Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня на основании Евангелия от Матфея 4 глава 14 по 16 стих мы рассмотрим вопрос. Почему Матфей не точно цитирует пророка Исаию? Давайте прочитаем, как этот текст из пророка Исаии воспроизводится у Матфея. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной высиял свет». А сейчас посмотрим, как в переводе синодальном звучит сам текст пророка Исаия. Это книга Исаии, 9 глава, 1-2 стих. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь. За Иорданскую страну, Галилею языческую, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет высияет». Во-первых, здесь нету как бы существенной разницы, разве только Матвей воспроизводит эти слова. «Увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной высиял свет, а у Исаии по Масоре увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет высияет». Но на самом деле слова «сидящий» и «живущий» – это синонимичные слова. В толковой православной Библии сказано, «Речь в данных стихах на греческом отличается необыкновенной красотою, почти ритмическая, размеренная, звучная и музыкальная». Стихи эти взяты из Исаии, 9 глава, 1-й, 2-й стих. При сравнении с переводом 70-ти заметны сильные отступления. У 70-ти буквально так. Это сначала «Пей», «Скоро делай», «Страна Завулона», «Ты земля нефалима» и остальные, которые в области Приморской, и за Иорданом, «Галилеи языков», «Народ, ходящий во тьме», «Смотри на свет великий», «Живучая в стране, тени смерти, свет засветит для вас». Ну и, возможно, перевод над вами. Далее в толковой Библии говорится, «В переводе 70-ти еврейский текст переведен совершенно неправильными греческими выражениями, но при этом склад речи у них остается скорее еврейский, чем греческий». Вот на это уточнение с православной толковой Библии обратим внимание, почему склад речи септуагинты, этого греческого перевода священного писания, он остается еврейским. Потому что в те времена, когда делался перевод с еврейского на греческий, а это было еще до Рождества Христова, переводы в том виде, как сейчас делают переводы, не делались, а делался подстрочник. Подстрочник. Когда переводили, желательно слово в слово. Что мы знаем о переводе 70-ти? Септуагинта – это латинизированная форма. Сокращенное название по фигурирующему в истории перевода числу переводчиков. 70 септуагинта. На самом деле их было 72, но принято округлять цифры для наименований тех или иных памятников. Перевод делался специально пришедших для этого из Палестины в Египет. Это нам повествуют ученые. Когда в середине XX века около Мертвого моря были найдены свитки из собрания Кумранской общины, пролежавшие в пещерах XIX столетий, оказалось, что даже во времена Иисуса Христа и апостолов единого варианта Писания у евреев просто не существовало. Одни рукописи наиболее древние и легли в основу септуагинта. До нас они в еврейском изводе не дошли, только фрагменты. Другие изводы, не такие древние, легли в основу традиционных иудейских изданий Библии, так называемого масоретского текста. В ранней церкви было принято пользоваться именно септуагинтой, а, правильнее сказать, более древней редакцией еврейского текста. Почему для нас так важно говорить о септуагинте? Потому что церковно-славянский перевод книг Ветхого Завета – это и есть перевод септуагинты. И если вы не знаете древнегреческого языка, но читаете по-славянски, у вас есть септуагинта, если у вас есть церковно-славянская Библия. И об этом надо помнить. А то, что сейчас считается стандартным еврейским текстом, так называемый масоретский текст, это унифицированный текст еврейской Библии в иудаизме, нормативный текст Священного Писания. Работа по стабильности и унификации еврейского текста в VI и IX веке велась продолжателями традиций древних книжников, масоретов, само слово масора в переводе с еврейского означает «предание». То есть составители этой редакции, не такой древней, они осуществляли редакцию, отталкиваясь от преданий, от масоры книжников. Это религиозная секта времен Иисуса Христа. Но как нам установить все же, какой текст более точный? Потому что российское библейское общество под влиянием синодального перевода продолжает делать некий акцент на значимости вот этого масоретского текста. Давайте посмотрим синодальный перевод Библии, который принят в Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Книга «Исход», первая глава, пятый стих. Здесь сказано «Всех же душ, происшедших от чресел Иакова, было 75, а Иосиф уже был в Египте». Слово «пять» берется в квадратные скобки, а это означает, что оно взято от септуагинты или, что то же самое, от церковно-славянского извода. А теперь тот же синодальный текст, но прошедший редакцию Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов, это, по-моему, 1947 год, если память не изменяет. Они этот текст оформляют с оглядкой только на Масору и убирают все слова, которые в квадратных скобках взяты из септуагинты. Всех же душ, происшедших от чресел Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. Тот же текст, исход первая глава, пятый стих. А теперь мы берем Новый Завет, речь архидиакона Стефана перед иудейскими книжниками, фарисеями и первосвященниками. Это книга «Деяний святых апостолов», седьмая голова, четырнадцатый стих. «Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое душ семьдесят пять». Душ семьдесят пять. Если кто-то скажет, что архидиакон Стефан, проповедуя в Иерусалиме перед иудеями, используя цептуагинту, это была бы глупость. Он проповедует на еврейском языке. Просто в древних редакциях еврейского текста, которые не совпадают с массорой книжников-фарисеев. Во всех тех случаях, где массора расходятся с септуагинтой, эти древние редакции не расходятся с септуагинтой. В нашем случае с церковно-славянским переводом книг Ветхого Завета. Но что интересно, и кумранские фрагменты книги «Исход» на древнееврейском языке в этой древнейшей редакции тоже дают нам число 75. Таким образом мы устанавливаем, что более древняя традиция редакции священного писания сохранилась в христианской церкви. Ибо септуагинта, сделанная теми же самыми древними евреями с более древних рукописей, она потом легла в основу вульгаты блаженного Иеронима и церковно-славянского текста и греческих изводов христианской септуагинты. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. «Экзегет» апреля» «Могу мгновенть跃» «Экзегет» 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 Продолжение следует...